Так, я все еще ищу парковку, чтобы запарковаться, чтобы снять автостанцию. Вот она у меня осталась сзади. Вот автобус, видно, идет в гараж. Вот пока я стою, вот такие все красивые автобусы. Пока я стою, я немножечко сниму кусочек Орландо и вот эти красивые наши автобусы. Вот эта скоростная трасса идет надо мной, вот над мостом, это айфон. Вот я, ну, бог знает, куда ехала, приехала в арену. Проехаю и проеду мимо арены. Это амбэй-арена, как я уже говорила, амбэй-центр. Это громадный концертный зал. Вот дяденька сидит, читает. Написано «Bass Only», вот эта черная полоса, только для автобуса. Вот сюда вход с одной стороны, подъезд, может быть, там с чемоданами, с чем-то. Вот они, наши автобусы ирландовские. Тут сообщение как бы хорошее автобусное, но автобусы ездят, ну, по оживленным, конечно, трассам, там, где много людей, допустим, по, ну, turn on rate. Вот написано «Нельзя поворачивать направо, когда горит красный свет». Всегда можно, а когда есть такой знак, значит, нельзя. Что я хотела сказать, что автобусы ездят не очень часто. Почему? Потому что автобусы здесь, как бы, убыточное, суперубыточное предприятие. На автобусах ездят очень мало людей. Вот, допустим, автобус, который идет возле нашего дома, останавливается, троечка. Мы сколько раз ездили с Ваней, когда у нас не было машин. Ну, там человек пять, три, ну, не больше пяти, я больше пяти человек не видела в автобусе. Проезд стоит полтора доллара, ну, стоил во всяком случае тогда. И сколько я читала, ну, понятно, что зарплата большая, хорошая у водителей, что автобусы содержания, конечно, бензин, все это прочее, 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 что они очень-очень убыточные, эти автобусы. Закрыть их нельзя только потому, что, ну, как без этого. Ездят на автобусе в основном... На автобусах ездят в основном... Ой, куда-то я заехала. На автобусах ездят в основном... Вот она, вот она опять, автостанция. Что-то я так, как ехала не туда. Либо иммигранты, кто не может получить лицензию на вождение автомобиля. Либо... Либо самые-самые, как бы, слои населения, у которых просто нет машин. Ну, тут машину, конечно, купить ничего не стоит. Можно купить машину за 500 долларов, по большому. Ладно, придется мне опять ехать. Так, я могу здесь, когда можно, правда, могу. Такая красивая зеленая машинка, что это такое? Кристалл. Это вода. Ладно, вот тут где-то тоже должны быть. Вот они, парковки. Сейчас я где-то вот здесь... Я уже как коренной американец. Я прямо это, нейтик. Мне надо припарковаться прямо вот рядом. Ну, что надо? Едем или в Москве строим? Опять вот я проезжаю через здание сюда. Так, вот тут занял две парковки под одну машину. Я здесь, могу ли, не смогу ли я остаться здесь? Сейчас. Так, сейчас я попробую. Оп-оп-оп-оп-оп. Жопа, конечно, будет торчать чуть-чуть. Ничего. Ничего, сменой города берет. Ай, ладно, не буду я здесь парковаться. Не получается. Не получается у меня тут припарковаться. I'm sorry. Ладно. Не получается здесь, пойду дальше. Не получится с меня нормальный. Нейтик Американ. Так, вот вижу другие парковки. Или это не парковка, а парковка? Ура! Нашла парковочку. А я там это, пристраивалась, пристраивалась. Осторожно. Все. Оп! Опять наехала. Жопа. Все. Ой, как я хорошо припарковалась вообще. По себе не бывает. Прям вплотную к этому. Ладно. Итак, вот он, самый центр города. Мне отсюда пройти до автостанции. Буквально 200 шагов. И пошла-ка я на автостанцию. Вот он, слышу, поезд идет. Ага, стоп-стоп, а заплатить. Вот я чукчу, сейчас бы ушла. А денежку же надо взять и заплатить. Ой, у меня тут эти... Кодеров дофига и больше. Кодер это... Кодер это вот эти монетки 25 центовые. Так. Хорошо, я так встала. Итак, бросаю. Один... Только один час. Больше часа нельзя. Ладно. А мне и не надо больше часа. 45 минут мне вполне хватит. Смотаться туда и обратно. Или сделать час. Ладно, вот час. Все. Пошли. Как лучше пойти? Наверное, я пойду все-таки вот через... Через это место. Ладно, еще раз. А, шапку забыла взять. Без шапки здесь сложно. Сейчас. Один секунд. Один секунд. Один секунд. Раз, два минут. Можно, конечно, ходить без шапки, но... Лучше в шапке. Так, и так шапец я одела. Все, вперед. Я помню, когда мне Дуглас выслала фотографии вот с этого места, я еще когда в Ялте была, ни разу не была еще здесь, в Америке, у меня было ощущение, что Америка это такая вся, как бы, что в дорогу смотреться можно, она будет как детка отливать. И когда я увидела вот такие вот некоторые, ну, вот какие-то широковатости, здесь такие маленькие недоделки, ну, вот как тут, например, вот кусочек, я думаю, чё? Я подумала, там Америка. Ну, в семье не без урода, как говорят, или и на солнце бывают пятна, но это все, все это мелочи, конечно. Это такие мелочи, что об этом даже не стоит говорить. Вот оно здание сюда опять, я его очень люблю, обожаю. Ну, я бы там жила, в здании сюда, так красиво, так уютно, у меня там много видео, нужно посмотреть. Действительно, действительно, как дворец правосудия, или дворец правосудия, или, как сказать, лучше даже, это не столько дворец, не столько здания, сколько это прямо как храм, храм правосудия, там внутри такая арка, там все, роспись, ой, ну, шикарное, конечно, знание, шикарное после. Банк оф Америка. Зайти показать Банк оф Америка. Так, уже, сейчас пошла такая пьянка. Режь последний огонь, дядь. Сейчас меня как пошлю, так сюда я вот так и пройду, 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 потому что с камерой не знал, где ли разрешат. Ладно, Банк оф Америку мы сделали сегодня. Вот куча людей на великах, похож, что ученый на доктора Хаоса дядька поехал, думала, это он. Этот сериал, ну, я знаю, что этот сериал идет и в Украине Хаос. Мой Дуглас очень любит, я тоже, кстати, его любил, он всегда говорит, если что-то случится, звонит доктору Хаоса. Я говорю, обязательно, звони по этому. Ладно. Надо посмотреть, сколько время, а то час-час, а я ж потом, я ж не знаю, сколько было времени. Так, 10.44, это было 10.40, значит, в 11.40 я должна быть там, забрать свою машинку. И вот они пошли, вот эти вот остановочки автобусные, люди ждут вот здесь. Ну, вот такие красивые остановки не везде, если честно. Есть места, где остановки вообще обозначены только врытой в землю палочкой. И там нарисована вот эта вот лапка, ну, как бы остановка. Не знаю, что-то такое, кафе, не кафе, да, кафе какое-то. Ага, ланч, now open for lunch and dinner. Называется терраса. Открыть, показать, никого наверняка там еще нет. Очень красивенько, очень уютненько. Hi! Ой, как прохладненько. После улицы. И вот я подхожу уже к зданию автовокзала, автостанции. Я, наверное, сделаю отдельное видео, потому что у меня уже, да, отдельное сделаю. Сейчас я пока туда дойду. Опять же, тут пицца. Ну, уже пойду, посмотрю пиццу. Ай! Так, вот такое красивенькое какое-то местечко. Тут что-то я тут ни разу не была, боже, стыд. Еще раз была в этом городе, в центре. Вон, какая громадная пицца. Я думала, тут стекло. И там какая-то едальня, и тут какая-то едальня. Ну, все везде. Ну, понятное дело, центр города, очень много людей, работающих здесь, которые выбегают на перерыв что-то перекусить. Везде телевизоры, везде прохладненько, везде водичка. Так. И вот она, автостанция. Все, все, отерни, отерни. Это такси-фирмы пошли, отерни. Это адвокаты. Так. Тут выезд на другую улицу. Вот мальчик вышивает по дороге. Молодец. Дентал институт. Вот этот. Зубные врачи. Показать зубных врачей? Я так вот отсюда покажу зубных врачей. Это офис. Ладно, туда я и не пойду. Красивая такая девочка сидит. Даже не посмотрела на нее. Ну и ладно. Я проживу без ее улыбки. Ха-ха-ха. Так, вот она автостанция. Пропустила я только что, проходил поезд. Ну, хотя кому нафиг нужен этот поезд? Я думаю, поезд он и в Африке поезд. И вот, опять-таки, сюда этот гараж. На втором этаже гараж расположен. Очень красивая, очень уютная автобусная станция. Очень все понятно. Значит, для того, чтобы добраться... Ну, это автобусная станция только лишь по городу. Есть... Мы здесь когда-то ездили, отвозили нашу знакомую на станцию междугородную. Но отсюда нет. Тут только по городу. Вот впереди велосипед. Вот человек подъезжает на велосипеде. Сам туда устанавливает велик. Цепляет такую держалку. Там до четырех велосипедов. Каждая машина, каждый автобус может взять. И вперед, потом автобус останавливается на нужной остановке. Человек снимает свой велик и поехал дальше. Потому что тут без велосипеда... Ну, я не говорю про машины. Допустим, у вас нет машины. Надо обязательно покупать велосипед. Большие расстояния проделывать на автобусе. И уже между там ехать на велосипеде. Потому что совершенно невозможно... Совершенно невозможно пройти эти большие расстояния. Америка, она очень широкая. Тут все строится вширь. Тут, чтобы добраться от одного места до другого, я не знаю, сколько надо проехать. Расстояние в 7 миль, кажется, как бы... Ну, это почти 10 километров. Чуть больше 10 километров. Это как бы совсем рядом. Вот у меня... В 10 километрах от меня торговая плава Waterford Lake. Waterford Lake. И я считаю, что это прям совсем рядом с домом. Хотя ехать, ну, минут 5, наверное. Если со светофорами, со всеми минут 7. Поэтому... Здесь, конечно, без транспорта своими ножками... С ножками сильно не находишься. Нужно ездить на машине, либо на велосипеде. Ну, велосипед можно объединять с автобусом. Итак, вот она сама автостанция. Шикарные туалеты, сразу говорю. Тут везде. Для меня это вообще как бы... Вопрос номер один. Шикарный туалет. Чистый, с бумагой, с хорошим жидким мылом, с покучим. Так, вот там вот билетная касса. Можно купить билет... Тут очень интересно цена на билеты. Допустим... Hello. I know videotaping here. No videotaping in the terminal. Why not? You can't. I'm sorry. You have to turn it off. Okay, I'll go. Thank you. No, no, nowhere in the terminal. Nowhere. You have to turn it off. Okay, I'll go. Have a good day. Ладно, тогда я пойду там немножко сама отложусь, посмотрю, что там новенького, что там новенького и это. Все, до свидания.